Утро выходного дня глава города начала на набережной, но не для того, чтобы отдохнуть, а проверить, как содержат в чистоте визитную карточку города в дни, когда здесь большое количество горожан. Вместе с представителями районной администрации и профильного предприятия Елена Лапушкина проинспектировала состояние ограждений, газонов, плиточного покрытия и детских игровых площадок. В целом и покос соблюдается, я вижу, что и растения, и газоны поливаются. Есть небольшие недочеты, которые, я убеждена, в ближайшее время исправят муниципальное предприятие набережной. Отдельным вопросом стала частота большой парковки недалеко от речного вокзала. Здесь всегда много машин, что затрудняет проведение качественной уборки. Сейчас прорабатывается вопрос установки дополнительных дорожных знаков. Договорились с районами, договорились с департаментом городского хозяйства, что все-таки знаки там надо установить, чтобы люди хотя бы дали 2-3 часа времени и возможность навести и на этой территории порядок. Еще одно знаковое место притяжения туристов и самарцев – улица Ленинградская. Здесь глава города проверила состояние новых лавочек, цветных клумб и фонтанов, а также отметила, что в ближайшее время начнется ремонт покрытия на пересечении улиц Ленинградской и Фрунзе, где повреждена брусчатка. В ближайшее время будет определен подрядчик, и тоже и здесь найдут порядок, и тоже для проезда эта территория будет более комфортна. Во время объезда глава Самары с представителями районной администрации профильных ведомств обсудила и дальнейшее развитие главной пешеходной улицы города, чтобы ее модернизировать и дать новую жизнь любимому месту отдыха горожан. Все-таки она делалась достаточно давно, появились новые материалы, появились новые идеи, поэтому хотелось бы в ближайшие годы приступить уже к модернизации, к повышению этой знаменитой на всю Самару территории. Кроме того, глава Самары проверила сквер на пересечении Ленинградской и Садовой и Трамвайное кольцо на Хлебной площади. Обе территории были благоустроены по федеральным программам. А также сквер Высоцкого, часть которого была отремонтирована по губернаторскому проекту «Содействие». Если территория будет среди победителей рейтингового голосования на благоустройство в 2024 году, то преобразят полностью весь сквер. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Сидоров. События.